По-прежнему остается отрезанным Безверхово. Из поселка в Хасанском районе не могут выбраться застрявшие отдыхающие жители. А вновь прибывшие туристы не могут попасть в излюбленное место отдыха. Последние новости с юга края в репортаже Всеволода Крапивина. На дороге в Безверхово работает тяжелая техника. Сотрудники Примавтодора восстанавливают единственный путь в село. Небольшой ручей во время циклона превратился в полноводную реку и повредил переправу. Эту водопропускную трубу во время дождей смыло течением. Сейчас дорожные службы вернули ее обратно и засыпают сверху грунтом. В Безверхово сейчас можно попасть только по воде и по воздуху. Отдыхающих вывозят на теплоходе «Лотос». Но не все хотят бросать свои машины на пляжи и ждут, когда починят дорогу. Сложнее ситуация в бухте Нарва, близ Безверхово. Оттуда сейчас самостоятельно не выбраться. Помогают спасатели. Поступил сигнал на службу 01 в пожарную часть, что там отрезано 8 человек в бухте Нарва. Так как дороги на данный момент нет, туда были посланы катера ГИМС для эвакуации. Ждут окончания дорожных работ и те, кто напротив, хочет на пляж. Образовалась целая очередь из машин, которые приехали из других регионов. Люди хотели отдохнуть Безверхово, но стоят и ждут. Здравствуйте, скажите, из какого вы региона? Здравствуйте. Мы из Южно-Сахалинска прилетели отдохнуть. Седьмого прилетели, тут узнали в аэропорту, что такая вот история были. Сильные дожди, ливни были. Ну как время коротаете? Как коротаем? Прыгаем, скачем, да? Как коротаем? И скучаем. И скучаем. Скучно здесь, да. Дорогу в Безверхово размыло в двух местах. В километре от первого провала обнаружили второй. Чтобы засыпать его, потребуется 300 кубометров грунта. Это 50 самосвалов. Но дорожные службы стянут сюда все силы. Сроки такие. Чем быстрее, тем лучше. Поэтому я думаю, что в пределах сегодняшнего дня мы вот одну сделали, один раз мы, сейчас сделаем второй. Я думаю, что к вечеру будет движение в основном на Безверхово. Сотрудники Примавтодора уже восстановили проезды во все населенные пункты Хасанского района, кроме Безверхово. Сложнее всего было вызволить из дорожной блокады Славянку. Там после дождей образовался провал, который шокировал местных жителей своими размерами. Провал был длиной в 10, глубиной в 5 метров. Сейчас его засыпали скальной породой. Эти огромные камни не унесет водой, даже если в Хасанском районе повторятся такие же дожди, как в минувший понедельник. У дорожных служб в Хасанском и Надеждинском районе еще много работы. Неподалеку от Барабаша из двух полос дороги осталась одна. Такая же ситуация рядом с поселком Оленевод. В ближайшие сутки Примавтодор стянет в эти места дополнительную технику. Всеволод Крапивин, Игорь Белый. Панорама. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова